Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И в этом моменте он уже был сильно накискан, чтобы заменить это больше, не такие 20-минтовые выступления, как до той поры, как это было на нашей конференции. И удалось его доказать, чтобы он сделал историю с правдивого вздарения. Понад 130 строн с различными фотографиями. Это действительно премия до выображения. Генерал, что-то было на промоке, 9 сентября. Удано себя это сделать wcześniej. Приехала до Кошелина вчера, то еще пахнет друкалью. И книжка, как уже говорили, действительно варта, что для нас, потому что я в этой филе презентурую Fundацию Historyчную Лотничества Польского, для нас источной kwestией есть то, что здесь в Кошелине трудно говорить о каких-то polskих акцентах, если chodzi о лотничество. А оказывало себя, что в этой книжке мы знаем, что такие связки были. Потому что здесь школили себя также полцы, которые служили в армии Кайзера. Одним из них был Виктор Пневский. Посточь для историков лотничества знана. Был то доводцем атаку в 1919 году в ст. на лотниско в Лавице, подчас повстания Великопольского. А потом был первым доводцем базы в Познании, на Лавице. Который был доводцем эскады в лотниско-болшебской. И в связи с тем, что мы такой пункт в том, что есть история лотничества немецкого, потому что здесь в этих лет было лотничество немецкое. И мы пункт в том, что это Фундация Historyчная Лотничества Польского. В связи с тем, что мы выступили до президента миста, чтобы одну из улиц, или одну из рот в Кошалине назвать именем Виктора Пневского. Чы эти бадания еще будут поглублены? Чы еще это кошалиническое лотничество в этом теме есть еще больше всего до сбадания? Может быть какая-то следующая публикация? Что принесет в прошлое? Ну, то треба Матеуша пытать, потому что он есть, что так скажем, в этой kwestии. Однако одна вещь на пыта не есть в этой книге написана, это Хансграде. Хансграде есть здесь из-за этого засыгнализированный, потому что так на пыта, то, что он делал вместе с Лотничеством, то, что он делал с Лотничеством, это делал под Берлином, а не в Кошалине. Поэтому здесь история начинается, ну, 11 лет назад, практически, потому что 22 мая началась, 1912 года, началась такая большая выстава в Кошалине и одним из элементов ей были właśnie показы лотничества, где прилился Хансграде и киньку других pilotов. И именно поэтому эта книга начинается в 1912 году. На вернисаре появился автор, czyli Матеуш Кабатек. Подписывал книжки, которые дожиły zostaть выдруканы и разданы прибылим еще перед офицейной премьерой. Автор вспоминать уbieглорочную kosшалиническую конференцию науковую о лотничестве, подчас которой zdecyдовал себя на расширение эффектов своих велолетних бадаń. Зашлорочная kosшалиническая конференция лотничо-historyчная была так на правде початком, начином этой работы, которой сегодня мы финал. Вовчас повстала такая inicjatyва, чтобы реферат, который был вовчас выгласzony, przekути в книжку. Это была такая книжка, которая могла бы traфить до мешкацев Koszalina, которые за ее способом, за ее пощердничеством могли бы познать историю своего миста, эту незнаную, лотничную историю миста. История является действительно незнана. Даже пасионати истории часто sobie не здают с этого справы. Чи тяжко было dotrzeть до źróдеј, до документов? Не была то прака латва. Зайла аж 13 лет. Але эффект можем zobaczyть в постачи ксијшки ораз товарешној јй выставе. Материялы, которые оказалися придатны до створения этой ксијшки, походзо так на правде з целого свята. Бо тут не только Европа входит в гре, але również Станы Зъединенные. То есть до разных архијвов, а также до осіб прыватных. Пан се отзывај и выцијкај те здејча, которые тут можно угландать в Галерии Регион? Конечно, архијва, але również збиоры прыватных коллекционерів, заровно з Кошалина, як і з інших крајјв, хотя бы właśnie зе вспомнених Станів Зъединенных. Была то тяжка, дуже жмурна, велолетня праця, але myślę, що ефект є дуже цікаво. Таких, може бишми говорили, кілька прикладів, которые можемо, ходзојць по улицах, зазуважать. Дзіјј сон то јж забудоване части миаста, але идјцј ул. Морску можна повијць, що в тамтих околицах знајдовалося лотниско. Так, мей-віјцей в районе дзьсей ул. Морскеј, Премысловеј, Ружанеј, понад 100 лет тому можна було услышать варг от силників лотничых, можна було zobaczyć латаюці самолоти і zobaczyć лотників в мундурах армии кайзерівській. То було мейсце, кое тјтнило жищем. Там були направде сотки працовників, którzy були затруднени в істинјјцых при ул. Морскеј, закладах лотничых. Там були также дзесятки лотників, лотників, którzy були школени в школе лотничей, істинјјцей в забудованиах при этой дзьсей ул. Каке вовчас были масшны? То chyba были też аварийны масшны, бо тут на этой выставе вдач, что есть споро таких кракс. В невеликим стопниу те самолоты вспоминали те дзисейсше масшны, которыми так хеттни латаме на вакации, они не были выполнаны з металу. Вијкстость будувца, використанего до их створения, то было древно, то было плотно. Очііщи были то масшны высоце аварийне, небезпечне врэч для лотників, которые на них латали. Аксколвіг кадра инструкторска, которая была затруднена в школе, которая исцняла в Кошалине, робила все, чтобы максимально ограничить личбе каких-лик несчастливых здаре. Ну и тоже заскакуюцим ест факт, тоже о чем вспоминал Грегож Лижевский, что так, что можно было в этой школе, чи в этой армии, споткать Полаку. Так, очевидно, в среду лотників немецких были также Полаки. Полаки, которые силом стали звербованы до армии немецкой, полаки, которые часто mieli за собою службу фронтовую в других роджах войск, например, в артлерии, чи в пихоте, трапили również до лотництва, а вовчас их пригороди и керували их до школы. И это была школа кошалининская. Те же та выстава покрылася с розпочинающимися обходами Дни Кошалина. То так же, как, для пана нобилитуюце. Здецдово нобилитуюце. Ксюшка и выстава вписует в это великое свято для мешкацов Кошалина. Мышля, что это тоже очень интересная форма учтения этого свята, форма приближения истории мешкацам региону. Выставы о истории кошалининского лотництва можно oglądaть в Галерии Region в будинку Кошалининской Библиотеки Публичной. Официальна премьера книжки отбуде się в этом самом месте 9 сентября о године 17. И это все в дизайском программе Карти Хистории. До свидания за два тыгодни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин